Дольщики получили ключи от долгожданных квартир. Это 104 собственника, которые приобрели жилье в микрорайоне Запад-1 в Засвияжском районе. Еще 10 новостроек здесь пока не ввели в эксплуатацию. Сроки сдачи домов затянулись до трех лет. Но в последнее время работы активизировались, и это отмечают и сами дольщики. Очень долгое время у нас стройка просто стояла. И вот буквально с августа месяца у нас возобновили строительные работы. Делают нам сейчас фасад, кровлю. Буквально вчера у нас было собрание очередное. Обсуждали ремонт с застройщиком, который сейчас предоставляет свои услуги. Сказали, что с ноября месяца на первой неделе должны уже пошли делать ремонт. И к концу декабря обещали дом сдать уже с ремонта. Оптимистично по поводу строительства настроены и в региональном Минстрое. Здесь внимательно следят за планами строительства и их реализации. Два здания, по данным ведомства, должны быть сданы в эксплуатацию до конца этого года. Поставлена задача в этом году также ввести в эксплуатацию еще два дома. Это 46-й дом и 37-й дом. То есть еще порядка 150 семей получат квартиры. И Новый год мы надеемся, что будут встречать в своих квартирах. Также работы ведутся по 35-му дому. То есть выделены бюджетные средства были порядка 10 миллионов. Если два дома будут сданы до Нового года, то в микрорайоне останется построить еще 10 домов различной высоты. Согласно разработанным планам, они будут постепенно вводиться в эксплуатацию в течение 2021 и 2022 годов. Ситуацию с дольщиками микрорайона «Запад-1» контролируют областные и городские власти. Отчет застройщик предоставляет каждую неделю. Активность проявляют и наблюдатели с пострадавшей стороны. Помимо 10 миллионов, выделенных из областного бюджета в этом году, в следующем статью расходов дополнит еще 20 миллионов рублей.